Творец мира, когда сотворил все, то все заключает в себе целую систему, невероятно большую, разнообразную устройство духовных миров. Мир, в котором мы живем, это только нижний слой этих миров. Однако при этом человек был создан, как было сказано в Торе, все знают эту фразу, по образу и подобию Всевышнего. У Всевышнего нет ни образа, ни подобия, и нужно понимать это так, что у нас есть нечто, которое подобно устройству высших миров. Это подобие, это особо высокий мир, еще другой, третий, четвертый. Наши книги описывают нам четыре мира, в которых мы живем. Как правило, три это мы наблюдаем его, это мир материальный, действия, потом мир эмоций, мир разума, размышлений и мир наших устремлений, так назовем. И есть еще над этим пятый мир, который представляет собой, скажем так, определенный корень всех этих миров. Это не значит, что он самый высокий. Это значит, что это самый высокий для нас, если мы хотим понять и разбираться, как мы живем и прочее. Это мы касаемо сейчас человека. Животные, они живут не в этих мирах, они живут в нижнем мире, который мы называем материальным, и в котором тоже есть и духовные элементы. Но в целом это материальный мир. Обратите внимание, что самый высокий для нас мир, я назвал миром устремлений. Поэтому мы вертикально ходим. У нас есть устремление туда. И еще у нас, над нами, человек устроен так, что голова это выше всего. Потому что в голове сосредоточены возможности осознавать наши дела и ощущать наши чувства, которые в области сердца в определенном смысле, не в смысле медицинском. Чувства в области сердца, мысли в области головы, устремления еще выше. У животных то же самое, только у них в основном работает их тело. Мир чувств у них есть, очень ослабленный, но тоже есть. Мир мыслей очень ослабленный, но тоже есть. А устремлений осознанных у них нет, потому что они живут только в материальном мире. Соответственно, у них нет устремлений куда-то вверх. Соответственно, они не должны ходить вертикально. И они действительно не ходят вертикально, как вы отметили. Они ходят на ногах. У одних животных четыре ноги, у других две, там, страусы и тому подобное. У других шесть ног и даже сороконожка есть. Это все средства передвижения. А куда они должны из точки А в точку Б переходить? Потому что они должны питаться, и другие цели у них тоже могут быть из такого же мира. И все понимают, что они для этого должны ходить, перемещаться. Вверх у них нет. Они не стремятся к Всевышнему, не получили задания такого. Только человек получил. И не просто получил задание устремляться к небу, но еще был поставлен в рамках свободы выбора. То есть выбирать, идти к небу или нет, стремиться к нему или нет. Ибо если бы не было бы свободы выбора, не было бы ни награды человеку, ни наказания, и не было бы смысла в будущем мире и так далее, и так далее. Это большая тема, конечно, мы очень все сокращаем. Так что видно, что животные ходят на четырех ногах или на тех ногах, которые есть, но они не стремлены вверх. Даже названные мной страуцы и прочие фламинго и всякие такие красивые птицы на двух ногах, они на самом деле не состоят из двух ног, тела вверх и голова вверх. У них есть две ноги, или у других животных четыре ноги, и дальше тело так. У тех же фламинго, у страуса такое тело. Потом может быть шея, и опять же туда. Ничего нет вверх, как у человека. И более того, у нас не только вверх, наши глаза смотрят вниз, вперед и вверх. У животных это не так, они смотрят только вперед или вниз. Если они чувствуют опасность сверху, они могут посмотреть наверх, но только в рамках опасности и тут же опять горизонтально. Это отличие от животных, от людей. Потому что задачи совершенно разные. У животных задача наполнять этот мир, выражать в этом мире всякие явления. Наблюдая за животными, можно много понять и о человеке, и об устройстве мира. Но сами животные не имеют этих задач. Они не должны обучаться постигать мир. Они должны обучаться и обучаются так, по наследству, как говорится, как овладевать земным пространством, размножаться, ходить по нему, работать в системе врагов. Как вы знаете, животный мир в основном занимается враждой одного вида против другого. Но это для того, чтобы мы учились чему-то. Там нет к ним претензий ни морального, ни этического характера. Если сильный съедает слабого, мы не говорим, какой злодей. У человека мы это скажем. А у них нет. Потому что им было дано задание вестись так, как они ведут. Каждое животное по определенному алгоритму, назовем так, с учетом возможностей разных, но не свободы выбора, а просто с учетом их здоровья, их развития, их питания. Все скручено и взаимосвязано в единый мир. И они играют в нем роль таких вот неких статистов. Для того, чтобы все жило, и мы бы учились, постигали бы и понимали. И сказано в наших книгах, великий царь Шломо сказал, что иди, ленивец, лентяй, иди учись, например, у муравья. Еще у нас в книгах есть подобные высказывания, чему надо учиться людям. Потому что животным даны были эти алгоритмы, которые отражают поведение человека. Но каждое животное отражает что-то одно в поведении человека. Ну, примерно одно, это не важно сейчас. А головы, смотрящие к небу, у них нет. Поэтому они смотрят горизонтально вперед. Вот примерно то, что можно было сказать. Всего доброго, до свидания.